Умный стабилизатор, который может отследить вас в любом приложении абсолютно самостоятельно. Как вы видите, друзья, я прямо сейчас перемещаюсь, а стаб сам вращается и следит за мной. При этом мы используем приложение Blackmagic Camera и снимаем в Apple Lock вот в эту прекрасную погоду. Ну что, посмотрим на новый стаб от Hohem. Название пишу вот здесь. Погнали! И, друзья, как вы видите, если я показываю этому стабилизатору вот такую ладонь, прямую, открытую, то он перестает меня тречить, я начинаю выходить из кадра и ничего не происходит. Но как только я показываю ему значок ОК, трекинг начинается и я могу спокойно перемещаться. Насколько он дерганный, быстрый, медленный и так далее, мы сейчас смотрим с вами, друзья. Но я думаю, что, в принципе, он должен справляться неплохо. Мне было интереснее, как он будет справляться, если я начну отходить. Вот, скажем, на такое расстояние, это у нас около 5 метров, начинаем отходить. Ну, по-моему, он все еще поворачивается. Зайдем за дерево. Заходим. По-моему, трекинг все еще работает, да? Отлично, я считаю. Давайте отойдем еще. Например, вот на такое расстояние все еще вижу зеленый диод, который горит. И будем смотреть. Вот здесь уже он меня потерял. И давайте попробуем вернуться. Посмотрим, сможет ли он меня обратно поймать. Да, он снова загорелся зеленым. И я поворачиваюсь, и все работает. Так что, как вы видите, друзья, в пределах 5 метров данный стабилизатор работает, и его даже не смущают препятствия. Итак, сейчас с отключенной стабилизацией снимаем на Hohem стабилизатор. И вы можете посмотреть, как стабилизация отрабатывает без дополнительной стабилизации, которая в Blackmagic Camera приложении работает. Очень много слов стабилизации в этом ролике. А сейчас, друзья, мы используем Insta360 Flow с выключенной стабилизацией в Blackmagic Camera приложении. Как вам степень стабилизации от Insta360 Flow? Ну, пишите, что ли, в комментариях. Итак, друзья, почему же трекинг на самом девайсе, а не в приложении, как это у нас было с DJI OM6 или Insta360 Flow, которые я делал, сравнение на которые делал вот здесь в уголке и внизу оставлю. Почему же важно на самом девайсе, чтобы у вас был трекинг? Дело в том, что если вы хотите использовать приложение Blackmagic Camera, которое я использую прямо сейчас, и снимать в Apple Lock, или же использовать родное приложение камеры, такое как родное приложение камеры, собственно, в вашем iPhone, и при этом, чтобы у вас было отслеживание, чтобы вы могли перемещаться, приседать, вставать и отходить, подходить, и при этом, чтобы стаб за вами следовал, если вы такой же блогер, как я, и делаете подобный контент, то, конечно, вам нужно, чтобы стаб это делал самостоятельно в любом приложении, какое бы вы не захотели использовать. И такое сейчас мы с вами и проворачиваем. То есть я снимаю в Apple Lock, а я всегда на iPhone практически в 95% случаях снимаю именно в Apple Lock, чтобы получить максимальное качество изображения, но при этом, как вы видите, друзья, я снимаю с трекингом. Трекинг — это хорошо. Насколько он дерганный, насколько он приятный, насколько он резкий, ну, не знаю. Я потестил еще с дочкой на катке, покатался, посмотрел. Ну, вроде бы неплохо, есть небольшая задержка. Это, скажем так, одно из первых поколений подобного стабилизатора. Плюс данный стаб тянет у нас 400 граммов, как вы видите, сейчас у меня ND-фильтр еще на него нацеплен. И, конечно, он спокойно потянет и дополнительные кейсы, внешние объективы, это хорошо. Сам он не маленький, но еще есть стаб для камер такого же формата, то есть это более увесистый массивный бифи, по-английски можно сказать, стабилизатор, который потянет уже небольшую камеру типа Sony FX30, которая, кстати, прямо сейчас тоже снимает. Давайте мы ее покажем. Вот такой сетап Sony FX30, Surrey Sniper 23 1.2, вполне, я думаю, потянет стабилизатор, который побольше от Hohem. Он стоит подороже, но у него тоже есть модуль как раз вот этого умного трекинга или AI-модуль. На этот сетап, к сожалению, обзор пока не готов. Он где-то застрял в пути на почте, но смысл у него точно такой же, просто нагрузка больше, можно использовать и экшн-камеры, и телефоны, и камеры без зеркалочки с небольшими объективами. Время работы от аккумулятора у данного стаба до 12 часов, если вы не используете функцию трекинга, и где-то около 6 часов при включенном свете дополнительном, который в этом же трекинг-модуле присутствует, у вас довольно яркий свет, который может быть и теплым, и холодным, и даже RGB, и таким образом вы сможете подсветить объект съемки, если вы снимаете в плохих условиях освещения. 6 часов работы с включенным трекингом, мне кажется, это вполне юзабельно, как говорится, и я считаю, что этого более чем достаточно. Сам же стаб чуть-чуть побольше, чем тот же Insta360 Flow, я считаю, что он не сильно больше, не сильно более громоздкий, но он особенно не складывается, и кейс у него довольно большой. Давайте посмотрим на кейс. За мной же следит все еще камера. Кейс у него вот такой, он у нас немножко в снегу, и внутри здесь есть, понятное дело, штативная лапа, зарядный кабель, и по сути больше ничего нет, но вот такой симпатичный кейс в комплекте даже, даже, так же идет. Еще одна классная функция, о которой стоит обязательно сказать, это перемещение мотора с передней части на заднюю. То есть сейчас у нас мотор на задней части, если мы нажмем 4 раза на курок, то камера сделает вот такой финт ушами, и в таком режиме у нас иногда попадает, получается, передняя камера, то есть на ультраширик, передний мотор как бы зацепляется, попадает в кадр, и таким образом, чтобы его убрать, мы просто нажимаем раз, два, три, четыре, и у нас камера вот таким образом перемещается, и мы с вами получаем как раз-таки вариант, при котором не попадает в кадр на ультраширике даже мотор, то есть в любом положении можно снимать на ультраширик. Также у этого стабилизатора есть кнопочки сбоку, называются они кнопки А и Б, и вы можете задать точку А и задать точку Б без использования приложения, и потом спокойно нажав кнопку А, или дважды нажав кнопку Б, или дважды нажав кнопку А, в общем, как вам удобно, сделать так, чтобы камера в течение минуты шла из точки текущей в точку А, или из точки А в точку Б, и таким образом сделать быстрый, удобный таймлапс, или там гиперлапс, как вам удобно, и в приложении можно поставить это время на 5 минут, 10 минут, 20 минут, и даже на целый час. То есть моушн таймлапсы или гиперлапсы у вас теперь под рукой, под кончиками пальцев, можно сказать, и это очень удобно. И, друзья, сейчас мы с вами в приложении Hohem App, довольно простой, или Hohem Joy, он называется. В нем есть довольно базовые функции, такие как выставление настроек вручную, но в нем нет Apple Lock, поэтому поснимать в Apple Lock через это приложение не получится. Можно поставить автоматические настройки, ручные настройки, различные фильтры, только в 1080p, там, для кожи и так далее. Еще здесь также поддерживается трекинг лиц, то есть автоматическое определение лица и трекинг человека сразу. Также можно выделить и потречить объект, как, в принципе, и в DJI, и в Insta360 это реализовано. То есть ничего особо здесь такого сверхъестественного. Можно таймлапсы снимать, гиперлапсы, панорамы, и все в этом духе. То есть приложение довольно классическое, простое, обычное, но если вам хочется поснимать с помощью него, и пользоваться различными фишками, такими как старт-стоп записи и так далее, то вы можете это сделать. По режимам здесь у нас есть, само собой, Pen Tilt Follow, Pen Follow, Lock, соответственно, есть режим POV, когда можно наклонять это все туда-сюда, есть режим Infinity Roll, то есть когда у нас камера вращается на 360, вообще бесконечно, здесь можно абсолютно полный круг совершить, здесь ось не имеет стопов, то есть вы когда просто проходите полный круг, у вас камера, соответственно, просто проворачивается на 360 градусов без каких-либо проблем. Можно сделать калибровку как через приложение, так и несколькими нажатиями клавиши M, есть режим фокусировки через колесико, регулировка яркости вот этого фонарика, который висит сверху, выбор цветовой температуры, выбор RGB режима, соответственно, все достаточно простые, понятные функции, сам стабилизатор не очень сложный в освоении, но самая его главная фишка, конечно же, это модуль слежения. И, друзья, пара слов о прочих приколюхах и нюансах данного стаба. У него есть четвертью дюйма резьбы для того, чтобы закрепить дополнительные аксессуары прямо на корпусе. Также он может заряжать ваш телефон, то есть есть USB-C out. И стоимость данного стабилизатора я пишу вот здесь. Стоит, на мой взгляд, он более чем адекватно. Если вам нужна функция трекинга для вашего смартфона или же для камеры, то рассмотрите эти две модели. Одна для смартфона, стоимость здесь, и вторая для камер небольших. Стоимость вот здесь, название модели тоже вот здесь. Если ролик вам понравился, жмите лайк, подписку, колокольчик. Я подмерзаю, откровенно говоря, друзья. Поэтому прощаюсь с вами и увидимся в следующем ролике. Пока! Берегите себя!